Друзья, сегодня в выпуске вы увидите неофициальный поединок с Игнашвили Лалитин. Настоящий он или это все постанова? Получите ответ на вопрос, возможно ли кому-то побороться Игнашвили. И почему это не получилось Ангарбаеву. И самое главное, финал ТОП-8, который пройдет в Польше 7-8 декабря, где за первое место будет бороться самый сильный дальнобойщик против грузинского Халка. Друзья, получить доступ к прямой трансляции финального третьего этапа ТОП-8 и турнира «Золотой тур» можно на нашем сайте ArbexTV. Именно на сайте ArbexTV вы ее сможете смотреть в день проведения турнира и вендет. Все ссылки находятся в описании. Уважаемые подписчики, в комментариях оставляйте ваши прогнозы на выигрыш третьего этапа турнира ТОП-8. Чтобы вы представляли картину происходящего на финале ТОП-8 полностью, давайте мы вам расскажем, как так произошло, что в финале турнира оказались грузинский Халк и Иван Сагинашвили и самый сильный в мире дальнобойщик Виталий Ларкин. Итак, все началось с жеребевки. Правила, которые были такие. У нас существовало два пола. Четыре чемпиона и четыре претендента. После жеребевки Евгений Прудник попал в пару с Рустамом Бабаевым. Дмитрий Трубин с Виталией Ларкином, Алекс Курдеча с Кедыргали Ангарбаевым и Тиму Бреснену достался грузинский Халк Ливан Сагинашвили. После завершения первого этапа вендет в Малайзии поражение от Прудника получил Рустам Бабаев. Дмитрий Трубин уступил дальнобойщику Ларкину. Огромный Курдеча не справился с вернуться к Кедыргали Ангарбаева. А грузинский Халк не оставил шансов американскому Олдмену Бреснену и тем самым завершил первый этап в прекрасном городе Кучи в Малайзии. Второй этап прошел в инновационном городе Шэнжэнь Китайской Народной Республики. Здесь уже победители предыдущего этапа должны были сразиться между собой за победу. А те, кто потерпел поражение, должны выяснить между собой, кто из них достойнейший в борьбе за пятое, шестое, седьмое место. По результатам жеребелки Кедыргали Ангарбаев должен был противостоять Ливану Сагинашвили. Но у него так и не получилось одолеть грузинского Халка. Даже после невероятной трансформации Евгений Прудник потерпел поражение от дальнобойщика Ларитин. В пуле ниже Дмитрий Трубин победой над Алексом Курдечи показал, что готов вернуться на Олимп, как и наш фолдмен Килл Бресли, который не оставил ни единого шанса самому легкому участнику топ-8 Рустаму Бабаеву. Итак, у нас впереди финалы и нас ждет интересный матч престижа между Алексом Курдечи и Рустамом Бабаевым, в котором мы узнаем, кто оказался самым слабым звеном топ-8 Рустаму Бабаевым. А кто сохранит свой статус и займет не последнее место самого крутого турнира пара в разных двух звеней. Очень принципиальный поединок ожидается от Тима Брестона и Дмитрия Трубина. После него станет ясным, кто из двух тяжей имеет все шансы в будущем претендовать на место в первой четвертой. Очень и очень сильную зарубу ждут зрители от Евгения Прудника и Кадргали Ангарбаева. Но не менее интересным, а то и наоборот, самым интересным будет финал топ-8 Ливана Сагинашвили против Виталия Лавикина. Если в прошлых выпусках мы уже обсуждали форму и силу Виталия Лавикина, то про Ливана мы говорим сегодня. Ливан Сагинашвили очень голоден в победе. Он не готов уступать ни на шаг. Знаете почему? Скорее всего Ливан стремится к тому, чтобы его слова соответствовали его же достижениям. Давайте вспомним события, которые происходили год назад перед его гендеттой с Димой Трубин. За ночь до их встречи мы задали вопрос Ливану. Что ты почувствовал в битве взглядов? Будет победа или нет? Да, будет. Обязательно, да. Прямо вот уверенный на 100%? На 100%. После этого Ливан победил. Тот же самый вопрос мы задавали Ливану на каждом этапе топ-8. Ответ был однозначным. Как и результат. И самое главное, к чему мы вас подводим. Полтора года назад, когда мы гостевали у Ливана, в его родном городе Тбилиси, и лишь начинали разговоры о возможном проведении топ-8, в контексте беседы он нам сказал. Если я пропущу чемпионат Европы и мира, то... Сможешь. Я выиграю. Это очень громкое и такое заявление. Но реально. Вы только посмотрите, как он боролся с Кадыргали Ангарбаем из Казахстана. Казах готовился как никогда. Словно на последний бой в жизни. И если вы хотите узнать, существуют ли какие-то варианты, чтобы победить Ливана, смотрите дальше в сюжете. Наши спортсмены все расскажут. Очень интересно сейчас наблюдать над тем, какие предположения участники делали относительно борьбы Ангарбаев-Сагинашвили. Нужно отдать предпочтение Кадыргали Ангарбаеву. Со всех сил он пробовал что-то сделать с рукой Ливана-Сагинашвили. Ну поймите правильно, Ливан-Сагинашвили на сегодняшний день это кинг, это король стола. Чтоб с ним бороться, нужно быть таким же самым Халком. Здесь все решено. На мой взгляд, что грубая сила выиграет. Наверное, Кадыргали не повезло в любом случае, потому что физика, масса, она преобладает. Чего стоит только подтягивание на одних руках. Тут огромная разница в весе, огромная разница в физике. Нужна не просто техника, какая-то хитрость, а нужна колоссальная физика. И что самое интересное, что наши спортсмены попали как безвестный блокбастер. Все выехали огромным кортеджем на Кадиллаках. Все приехали в этот огромный зал. Люди, которые побывали на этом событии, были довольны. Ну что же говорить, сами спортсмены остались довольны. Хотя из четырех поединков были победители и проигравшие. На мой счет, в ТОП-8 никто не проигрывает. Кто попал в ТОП-8, тот уже выиграл. Ну видно, что, блин, Ливан даже с места вообще не сдвинулся. Ярбаев не мог ему даже пальцы чуть-чуть даже подраскрыть. Чтобы даже нормально разорваться. Короче, он так снизу вообще еле-еле. То есть разрыв захвата, это не показатель вообще никак. Если соперник старается разорваться или старается удержать захват, здесь может показаться, что кто-то сильнее или кто-то слабее. Вот сейчас на связке будет понятно. Как можно характеризовать этот поединок? Когда говорят, что нет сил, то надо молиться. Кадыр просто настолько сейчас хочет переломать ход событий. Сейчас чуть-чуть было, он ему пальцы немножко это самое раскрыл. Но я думаю, в завязках он поплывет, Ангарбаев. Ну я думаю, что сейчас свяжут их. И в этот бетон только можно бетоном и поломать. Ну, Кадыр Гали латкнулся в Ливана. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Может, это случайность, конечно, но сейчас будем смотреть. Выводов пока сделать нельзя. Кадыр Гали очень хорошо Ливана напрягает, видно. Дальше посмотрим. Кадыр Гали посуше будет, повносливее. Ливан побольше, поплотнее, подзалитый. Ему потяжелее в этой ситуации, когда такие более сложные поединки. Видно, что Ливан уже подзатек, но, на мой взгляд, ему хватит, в принципе, выносливости, чтобы довести дело до конца. Кадыр Гали, по крайней мере, вот тоже вот борется. Все, пятый раунд, Ливан выиграл. Кадыр Галиан Гарбаев не озвучивает веса, с которым он тренировался. Но даже я знаю из частных разговоров, что это были баснословные веса. К сожалению, и их не хватило для того, чтобы выиграть Ливана с Агинашмина. Я думаю, что Огон Браев пытается уничтожить его. Я думаю, что, если он продолжает делать, то он может быть уходом. Я не могу пройти с его рукой. Он просто пройти с его рукой, у меня был в штрафе, у него был в фол. Он может уничтожить его. Это возможно. Это единственный способ, чтобы он победил. Я думаю, что он победил рукой. Да, видно, что у Ливана уже после первого поединка пальцы вот так прямо ходуном ходили. Или это от нерва, или просто уже начинает не держать. Да, немножко заливает. Это вот так ставит. Но мы на это готовились. Исход событий для этого поединка может быть очень интересный. Не верю в то, что Кадргали этот поединок выиграет. Но если он даже выиграет один хотя бы поединок, хотя бы один поединок, это будет не что. Такого больше не повторится. Ну, видно, что Ливан доминирует физически. Кадргали именно доминирует по старту. Здесь идет грубая физика против быстрого старта. Ну, физика выигрывает. Кадргали, конечно, поднабрал, но этого очень мало еще, чтобы выиграть Ливана. Ну, Кадргали вот сейчас чуть передержал, но не хватает физики. И антропометрия не та, и физика не та. Ливан сейчас показывает, что он сильнее. Ну, ничего сказать. Здесь, смотри, здесь Кадргали надо набирать килограмм 125 хотя бы. Да, еще десятку, пятнашку минимум надо набирать, чтобы составить хотя бы какое-то сопротивление. И чтобы подцепить, подцепить пожестче. Ну, то есть с этим весом он не может ничего сделать. Всех любителей арвестлинга, которые собираются приехать к нам на турнир, забронируйте гостиницу. И не забудьте о том, что в этом году, кроме золотого тура, еще будет чемпионат мира по версии ИФА. International Federation of Art Wrestling. А это значит, что у нас увеличится количество людей и желающих посмотреть финалы золотого тура и топ-8 втрое, а то и в четверть. Поэтому, спешите эти делать сейчас, могу только сказать, что дип-билеты уже практически на исходе. И за два этапа у Ливана Сагинашвили не было оппонента, который бы мог бы что-то ему сделать. Ни Тим Брестнан, ни Кадыргалиен Грабаев ничего не сделали с рукой Ливана Сагинашвили. Именно Виталий Лалекин имеет достаточно сил и хорошие антропометрические данные для того, чтобы бороться в финале с Ливаном Сагинашвили. Мы ждем достойный финал, потому что в этом финале мы увидим два разных уровня спортсменов. Спортсмен быстрый и с хорошими антропометрическими данными и настоящий грузинский Халк. И давайте прольем свет на один поединок, который создал очень много вопросов, но не получил ни единого ответа от нас. Поединок Лалекин и Сагинашвили на левую руку. Суть в том, что наши спонсоры пригласили нас в свое заведение. Это был один из клубов под названием «Сохо». Парни вместе с организаторами устроили там шоу. Зрители должны были побороться с нашими чемпионами и победить их. В роли ставки был алкогольный напиток. И чтобы уравнять их силы, ребята боролись рукой целиком. А наши арбрестлеры одним пальцем. Мы девочкам договорились, что мы девочкам отдаем руки, пальцы, а пацанам валим. И получается, что пацаны такие наглые хватают пальцы и иди сюда, сюда, мизинцем. Прямо вот так вот это самое не давал, короче, ни одного шанса. Но потом все зашло настолько далеко, что организаторы попросили показать зрителям, как примерно выглядит настоящий поединок между титанами. Дальше вы все видели сами. После мы задали вопросы Ливану. Он сказал, что не включался в борьбу. Это был лишь постановочный поединок. Если это правда, то мы даже сейчас не можем представить силу Ливана относительно Италия, как это было в спарринге на первом этапе. Друзья, получить доступ к прямой трансляции финального третьего этапа ТОП-8 и турнира «Золотой тур» можно на нашем сайте Arbex TV. Именно на сайте Arbex TV вы ее сможете смотреть в день проведения турнира и вендет. Все ссылки находятся в описании.